18 июля в Казанском федеральном университете состоялся визит российского института радионавигации времени. Данный институт сегодня является ведущей организацией в области создания систем и средств координатно-временного и навигационного обеспечения России, а также системы ГЛОНАСС. На базе уже наработанных систем единой времени и дальней навигации и навигационных систем, которые разрабатывал институт, институт пошел в космос и на сегодняшний день система синхронизации системы единой времени в ГЛОНАСС, именно сердце самого ГЛОНАСС, это разработка института, систему синхронизации разрабатывает институт. В ходе сотрудничества планируется совместное участие в конкурсах Министерства образования и науки, Российской Федерации, Фонда «Сколково» в сферах автономного движения автомобилей и технологий вождения магистральных автопроездов. Наша организация совместно с КАМАЗом организует консорциум научно-инженерного, технического и образовательного сотрудничества. Это означает, что взаимоотношения между нашими предприятиями происходят по упрощенному режиму, что мы можем совместно участвовать в различных договорах, грантах, совместно обращаться в органы федерального и регионального правительства и участвовать и разрабатывать вообще какие-либо инициативные научно-исследовательные разработки. В этот же день стоялся визит Российского института радионавигации и времени в Инженерный институт Казанского федерального университета. Участникам делегации были продемонстрированы профильные работы университета, а также продемонстрирован учебно-технологический центр Ростех КФУ, работу которого курируют ученые Института физики Казанского университета. Диана Шилова, Владимир Нелюбин, Универньюс.